Я думаю, большинство из нас задавалось вопросом, почему слова другого человека так сильно ранят меня. И ответов на самом деле может быть много, но сегодня мы рассмотрим одну из наиболее, как мне кажется, конструктивных точек зрения на этот вопрос. Опять же, вы могли заметить, что далеко не все слова и далеко не всех людей способны задеть струны вашей души. Какие-то проходят мимо, какие-то остаются на долгие годы в вашем сердце и заставляют вас чувствовать себя плохо. Давайте разберемся, почему так происходит и подумаем о том, как можно с этим справиться. Меня зовут Виктор, я дипломированный психолог, работаю в рамках РЭПТО КПТ. И сегодня, как вы уже поняли, мы говорим о обидных словах и об обидах на них. Итак, представьте себе, хотел сказать обычный день, но, наверное, не очень обычно получится. Тем не менее, представляйте. Вы приходите в психиатрическую больницу и с порогом вам в ноги кидается женщина. Она поднимает на вас глаза, обнимая ваши ноги под коленями, и говорит, вы мессия. Со мной говорил Иисус, и он сказал, что тринадцатый человек, который войдет в эту дверь, будет посланником Божьим, и от него будет зависеть судьба человечества. Вы вошли именно в тринадцатом, и я знаю, что вы посланник Бога, вы мессия. Как вам кажется, вы будете прыгать от счастья, радоваться тому, что вас окрестили мессией, чувствовать себя воодушевленно? Ну, полагаю, что нет. И не только потому, что это психиатрическая больница, и женщина выглядит устрашающе, но еще и потому, что нету полной конгруентности между тем, о чем говорит женщина, и тем, что вы думаете о себе. Но пойдем дальше. Казалось бы, положительный пример. Но кто бы такого не хотел. Допустим, та же самая женщина, уже на выходе из больницы, не знаю, кидается на вас сзади, начинает колотить вас руками по спине и говорить, вы ищадь яда, вы дитя сатаны, на вас куртка серого цвета, а значит, вы продали свою душу дьяволу, вы всех нас погубите, вас нужно уничтожить. Очевидно, что вам не будет приятно, ну, кому приятно, когда его колотят по спине, но тем не менее, вы вряд ли сочтете себя ищадьем ада или порождением сатаны. Вы не примете эти слова близко к сердцу, откреститесь от них, там, не знаю, отмахнетесь от этой женщины и пойдете дальше по своим делам. Какой вывод мы можем сделать из этого? А. Будьте осторожнее в больницах. И. Б. Сами по себе слова, произнесенные другими людьми, будь то оскорбления или комплименты, могут вообще не задевать нас. Опять же, наверное, многим из вас знакома ситуация, когда кто-то говорит вам комплимент, искренне или не очень, не всегда это понятно, а вы, ну, вот, не верите. Ну, не хочется как-то там откреститься, сказать, типа, да нет, это не про меня, да нет, нет, не в этом ничего такого. Это, конечно, там, к вопросу самооценки и все такое, но, тем не менее, та же самая история. То есть, слова другого человека, положительные или отрицательные, сами по себе на вас влияние могут не оказывать. Так в чем же тогда проблема? Почему от каких-то слов, там, не знаю, от обидной критики нашего профессионализма мы готовы зарыться под землю и остаться там, а от каких-то слов мы вполне себе легко отстраняемся и не придаем им значения? Конечно же, дело в чем же еще в отношении, в нашем отношении к этим словам. Как я говорил ранее, соответствие между моим представлением о самом себе и тем, что говорит другой человек, в случае, если оно совпадает, может вызывать проблемы, ну, или наоборот, доставлять чувство комфорта и радости. То есть, если у меня есть какая-нибудь, там, глубинная установка или глубинное убеждение по типу, я некомпетентен, критика моей работы со стороны моего коллеги будет восприниматься крайне болезненно. Я закрою глаза на то, что она может быть конструктивной. Я забуду о том, что в целом я сам его попросил дать какие-то рекомендации по моей работе. Я сделаю вывод, все, он меня критикует, он, значит, думает, что я дурак, ну, значит, так оно и есть. Ну, блин, другим же виднее и некомпетентный идиот, как моя еще такого земля дурака носит. Соответственно, что мы можем сделать для того, чтобы с этим разобраться? Ну, все просто, работать со своими убеждениями. И на самом деле тренировать осознанность, как это ни странно, тоже. Вы можете себе представить, не знаю, давайте представим, что рыбаки стоят в реке, когда ловят рыбу. Я, честно говоря, от этого тоже далек. Может быть, кто-то из вас знает, а кто-то и не знает. Но теперь знаете все, я далек от рыбалки и не знаю. Ну, допустим, люди ловят рыбу, стоя в реке. В реке огромное количество рыб плавает, какие-то красивые, какие-то не очень. Какие-то привлекательные с точки зрения того, чтобы их поймать, а какие-то, наоборот, отталкивающие. И нет совершенно необходимости путать и ассоциировать себя с каждой из проплывающих мимо рыб. То есть я, грубо говоря, рыбак в своих высоких ботинках, которые ловят рыбу. А там рыба-неудачники, некомпетентные рыбы, рыбы-клоуны, рыбы недостаточно хороши, могут плавать мимо меня, я могу их замечать. Я не должен пытаться, не знаю, там, всех их динамитом подорвать или выковырять из этой реки, пусть будут. Просто я не буду ассоциировать себя с ними. Такая отстраненная своего рода осознанность, первый вариант. И второй вариант, конечно же, работа над своими убеждениями и стремления к самопринятию. Которому, кстати, вы можете обучиться и в группах, безусловного, самопринятия, которые я провожу. Кстати, скоро новый набор будет. Соответственно, от идеи «я какой-то не такой, глупый, не умный, не компетентный», мы переходим к идее о том, что я все-таки обычный человек, у меня есть и сильные стороны, и слабые стороны. Что-то у меня получается хорошо, что-то у меня получается не очень. Иногда я лажаю и косячу, это, к сожалению, мне свойственно, как и любому другому человеку. Но из этого всего еще не следует, что я глобальный идиот, придурок, дурак и некомпетентный. Я могу развиваться, могу расти, и если это в моих интересах, то, вероятнее всего, так или иначе, преодолевая какое-то количество дискомфорта, поползновение в эту сторону я делать буду. Подводя итог и резюмируя, слова других людей ранят нас только в том случае, если мы принимаем их, грубо говоря, близко к сердцу, верим в них. А верим мы в них в том случае, если они согласуются с нашими собственными представлениями о себе. Соответственно, для того, чтобы стать чуть более защищенным от критики, в том числе необоснованной, неаргументированной и бестолковой, будет очень круто сформировать чуть более уверенное, даже в некоторых смыслах, позитивное отношение к самому себе. Не обязательно принимать подарки, которые вам не нравятся, точно так же не обязательно близко к себе принимать критику и оскорбления, которые на вас сыпятся. Работайте со своими эмоциями, подписывайтесь на канал Меднауки, ставьте колокольчики, записывайтесь в группу безусловного самопринятия. Всего вам хорошего, до свидания.